МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Прямо сейчас о главных событиях в республике в студии Ольга Пырочкина и сегодня выпуски. Развиваться комплексно. Кабинет министров Чуваши утвердил специальную программу для сельских территорий ради безопасности. В Канарском районе появилось новое дорожное освещение. Чтобы не омрачить праздничное настроение. Как наша съемочная группа запускала фейерверки. Как будет развиваться село в ближайшие 15 лет? Кабинет министров Чуваши принял программу комплексного развития сельских территорий. Сохранить долю сельского населения в Чуваши на уровне 35%. Такова основная задача программы комплексного развития сельских территорий. Удерживать селян от переезда призваны разные меры поддержки. Год программы предусматриваются новые направления по улучшению жизни условий граждан, проживающих на сельских территориях. Это жгодная сельская ипотека от 0 до 1 до 3% годового. Развитие гостификации водоснабжения сельской местности. Помимо этого предполагается кредитование предпринимателей, которые работают на селе на льготных условиях. На реализацию программы выделят 4 миллиарда 300 миллионов рублей. Больше полутора миллиардов придет из федеральной казны. Эти цифры еще будут меняться в сторону увеличения с уточнением бюджета региона. Отрасль сельского хозяйства по России по этому году показывает рост в 4%. А ни одна другая отрасль так не работает, отметил глава Чуваши Михаил Игнатьев. Что касается нашего региона, большинство итоговых показателей на 2019 год с плюсом. Если в целом комплексы оценить показатели макроэкономики, они практически у нас ожидаются все с ростом. Индекс промышленного производства по итогам 2019 года ожидается на уровне 105%. К уровню 2018 года, в том числе по обрабатывающим производствам, 108%. Также Михаил Игнатьев проинформировал ситуацию с выплатой зарплаты сотрудникам Чуваши Автотранса. Он отметил, всю задолженность планируется погасить до Нового года. Деньги уже начали поступать на счета работников. Это заседание Кабинета министров последнее в выходящем году, так что итоги подвели многие ведомства. Министр природных ресурсов Иван Исаев рассказал, что Чуваш участвует в шести основных направлениях нацпроекта «Экология». Только на охрану лесов предусмотрено 28 миллионов рублей. Уже сейчас система видеомониторинга охватывает 15% лесных территорий. Состоялось заседание Совета по развитию добровольничества. На повестке дня основные направления и перспективы развития волонтерского движения. Подробнее Рифат Фадкулин. Добрые дела, как и добрые сердца. Трудно поддаются статистике, но цифры все же есть. Сегодня в республике действует свыше 1600 организаций, которые объединяют почти 50 тысяч добровольцев. Чувашия занимает 11 место в России по количеству зарегистрированных волонтеров. Они ежегодно организовывают и проводят более тысячи акций. Проводят патриотические проекты, помогают пожилым и больным детям, участвуют в спортивных праздниках-субботниках. Без них не обходятся образовательные и реабилитационные программы. От вашей активности, от вашей целеустремленности будет зависеть ваша перспектива. Президент России, вы знаете, тоже поставил задачу, что в 2024 году не менее 20% граждан должны быть вовлечены в добровольскую деятельность. По шагу, если будем правильно работать, мы добьемся этих показателей. Будущий год памяти и славы посвящен 75-летию Великой Победы. Волонтеры по-прежнему будут оказывать поддержку ветеранам, благоустраиваясь в памятные места и захоронения. Знакомство с военной историей страны будет проходить в разных формах. Одним из ярких примеров является проект «Воинская память Чувашской республики». В рамках проекта формируется открытый организационный ресурс солдата Чувашии. Пользователи интерактивной карты могут использовать ресурс для виртуальной экскурсии и получить сведения об объектах, муниципальных районах и городских кокузов в республике, а также отдать дань памяти воинам, пройдя маршрут в реальной жизни. В этом году в республике на базе Центра молодежных инициатив начал работу ресурсный центр добровольчества. Это многофункциональное пространство, где общественники и волонтеры получают информационную, методическую и консультационную поддержку. Первое важное задание, которое выполнил Центр – мониторинг добровольчества в сфере образования. Здесь трудится почти 18 тысяч волонтеров. 20% вовлеченных занимается экологическим волонтерством. В основном это экологические акции наших муниципалитетов. 14% в социальное волонтерство вовлечены. Также мы выявили, что и недостаточные направления, которые развиты в Чувашии. Например, количество волонтеров в сфере поиска пропавших людей у нас всего около 4% от общего количества. Волонтеры Победы, активисты поисковых отрядов, волонтеры-медики. Лучшие из лучших получили заслуженные награды. Помогать окружающим, не требуя ничего взамен, может каждый из нас. Рифат Фадкулин, Игорь Зверев, Республика. В Чувашии подвели итоги конкурса «Активный донор». Идея донорства сегодня переживает второе рождение. 140 литров крови и 100 человек. Активный донор в цифрах. Участники конкурса – кадровые доноры. Они сдают кровь и ее компоненты чаще трех раз в год. Доноры обязательно дважды проходят медицинское обследование. И именно к ним в первую очередь обращаются, если нужна помощь. Здоровые доноры – гарантия безопасности и сохранения жизни пациентов, которым срочно понадобилась чужая кровь. Вообще конкурс придуман для того, чтобы замотивировать ребят кадровых доноров активнее проявлять свою донорскую позицию и вовлекать больше молодежи, потому что у нас конкурс до 30 лет, вовлекать больше молодежи в донорское движение, так сказать, их поощрять. Сам конкурс проводится уже четвертый год подряд. За это время количество участников выросло вдвое. Дмитрий Патеров сдает кровь каждые два месяца. На его счету уже 15 донаций. Он не только сам сдает кровь и ее компоненты, но и активно пропагандирует донорское движение у себя в ВУЗе. На данный момент более 80 студентов активно сдают кровь каждый месяц. Я хочу стать почетным донором. Для этого нужно сдать 40 кроводач или 60 плазмофереза. Кровь сдавать не страшно, так как все инструменты, которые используют, они стерильные. Акты кроводачи, она только помогает организму стать крепче. Катя Волкова совсем недавно пополнила ряды. Она сдавала кровь три раза. Признается, что сначала ей было очень страшно, но после первого раза поняла, бояться нечего. На самом деле в этом ничего страшного нет, потому что ты приходишь, делаешь как доброе дело. Я считаю, что донорство нужно, потому что подключится намного больше людей и больше шансов спасти какую-то жизнь. И Катя, и Дима в этом году получили звание активный донор, как и еще 8 человек. В 10 раз больше заявок подали на конкурс. И это наглядное подтверждение тому, что с каждым годом увеличивается количество неравнодушных. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика. В администрации столицы сегодня подвели итоги года. Встреча со СМИ прошла в формате вопрос-ответ и транслировалась онлайн в сети. Вопросы, которые поступали, можно разделить на три категории. Строительство, благоустройство городских территорий и транспортная реформа. Очень волнует горожан вопрос с долгостроями. Буквально вчера в сети появилась информация, что ООО «Лидер», застройщик микрорайонов Кувшинка и Гагарин, может быть признан банкротом. Мы заинтересованы в завершении строительства всех домов. И, конечно, не должно быть на территории города ни обманутых дочков, ни компаний застройщиков банкротов. По компании «Лидер» мы вместе должны работать над тем, чтобы она не разорилась и довела дело до конца. Еще одна претензия проектировщикам и застройщикам – нехватка парковочных мест. По словам Алексея Ладокова, улучшить ситуацию может строительство жилых домов с подземной парковкой. В городе по-прежнему обсуждают и транспортную реформу. Несмотря на то, что основная часть мероприятий уже выполнена, вопросов все еще много. Когда мы начинали реформу, многие предприниматели городские говорили нам, давайте на пазики перейдем и будем ездить на пазики. Никаких проблем не будет. Но мы считаем, что в городе Чебоксары, в крупнейшем городе, в благоустроенном городе, в пазики ходить не должны. Поэтому мы поставили условия на такие автобусы, которые перемещаются сейчас. Тарифы образования – ключевой момент в обеспечении перевозок. К вопросу о транспортной реформе добавилось и недавнее повышение стоимости проезда. Мера не популярная, но оправданная. Если бы не были подняты тарифы, а в контракте с перевозчиками у нас прописана возможность регулировать стоимость проезда. А если бы не были тарифы, если бы не смогли тариф поднять, то критическая ситуация была бы и у тролюбусного управления, и у перевозчиков на автобусах. Благоустройство городской территории – еще один волнующий чебоксарцев вопрос. Нехватка парков и скверов, детские площадки, ремонт проездов – все это и многое другое призван решить недавно принятой указ главы республики о дополнительных мерах по благоустройству. В нем нашли отражение как городские, так и сельские общественные территории. Богдана Дойникова, Игорь Зверев, Республика. По традиции символ будущего года установили сегодня в центре Чебоксар. Огромная трехметровая мышь заняла свое место на пьедестале. Мастера трудились над покровительницей 2020-го три недели. Она сделана из папье-маше. Вот уже более десяти лет художник Александр Жигарев создает символы года по восточному календарю. Дело с настроением, чтобы людям главное понравилось. Сступает год крысы, она хозяйка этого положения, она королева. И мы ее, как естественно, поставили корону. А коробка в лапах – символ материального благополучия в наступающем году. Зверек понравился горожанам, так что на память – традиционная фотография. Для поддержания новогоднего настроения, духа в городе. Нравится, почему? Идешь и любуешься. Если все же строго придерживаться восточных образов, то наступающий 2020 год – это год белой металлической крысы. По китайской мифологии это мудрое животное. Зверек вынослив, осторожен и непредсказуем, говорят нумерологи. Комбинация двух одинаковых цифр предвещает эпохальные события. Татьяна Трофимова, Алексей Зотиков, Андрей Спиридонов, Республика. Хорошее освещение – важное составляющего национального проекта безопасной и качественной автомобильной дороги. В 2019 году она установлена на 27 километрах, в том числе и в Канажском районе. Деревня Молдокосы расположена на автодороге Шахазана-Калинина. Дорога проходит прямо через населенный пункт, вблизи жилых домов, что уже само по себе опасно. Приходилось скорость сбавлять, внимательнее быть, чтобы вдруг пешеход там не выскочил. Движение здесь достаточно оживленное. По дороге ездят местные жители, нередко проезжают транзитные большегрузы. Отсутствие освещения было большой проблемой. На этом участке дороги часто случались аварии. По просьбам жителей, неоднократно, по замечаниям сотрудников ОГИБДД, мы в свое время включили в план, был разработан проект. И поэтому вот в этом году, летом, в летний период, был осуществлен этот проект. На протяжении полутора километров установили 57 современных оцинкованных опор и энергосберегающие светильники. Общая стоимость работ на этом объекте составила 11 миллионов рублей. Хорошо, хорошо делали, молодцы. Вот так, в общей трассе сейчас так делают, как в Москве выйдет скоро. Это хорошо. Нам нравится это. И зато аварий мало будет. Всего в этом году освещение появилось на девятью участках автодорог республики. На это из федерального и республиканского бюджетов было выделено около 106 миллионов рублей. Богдана Дойникова, Борис Андреев, Республика. Приобретя статус национального проекта, сфера экологии тоже получила многомиллионные вливания из федерального бюджета. Они идут на очищение воды, сохранение лесов, оздоровление Волги и повышение экологической культуры населения. И что самое важное, в большой, важной работе по сохранению окружающей среды участвуют жители республики. В Чуваши национальный проект экологии реализуется по шести ключевым направлениям. Благодаря выстроенной системе решаются основные проблемы отрасли. В этом году на улучшение общей экологической ситуации в регионе направлено 586 миллионов рублей. Сохранение лесов как основного богатства республики в приоритете. Закуплено 17 малых лесопатрульных комплексов, 15 колесных тракторов «Беларусь», 1 лесопосадочная машина. В текущем году мы выполнили посадку леса на площади 719 гектаров. Также заготовили 153 килограмма семян лесных растений, что позволит обеспечить лесопосадочным материалом наше лесничество. Лесные пожары за последние 8 лет принесли немалый ущерб заволжским лесам. Поэтому лесовосстановлению уделяется особое внимание. Сотрудники лесохозяйств совместно с волонтерами в этом году засадили новыми деревьями площадь более чем 6000 гектаров. Еще 400 гектаров в планах на 2020 год. На охрану лесовых пожаров предусмотрено 28 миллионов рублей. Целью повышения оперативности обнаружения лесных пожаров организована система видеомониторинга. Она охватывает видеонаблюдением порядка 15% земель лесного фонда. И еще один масштабный проект. Миллионные вливания в программу оздоровления Волги по ожиданиям экспертов дадут хорошие результаты. Проект рассчитан на несколько лет. С его помощью будут решены вопросы обеспечения населения качественной питьевой водой. Восстановление нормального русла Великой Русской реки. В 10 городах планируется построить, реконструировать и модернизировать очистные сооружения. В 2020 году будет выделено 860 миллионов рублей. В 2021 году 92 и в 2022 тоже 92 миллиона рублей. Начнется с проездов Ливневых очистных сооружений в микрорайоне Уборске 1-2. Города Чебасар в общей стоимостью 50 миллионов рублей. Наталья Мальчикова, Маргарита Мельникова, Игорь Зверев, Республика. Новый год – время фейерверков. Чтобы не омрачить праздник, играть с огнем нужно по правилам. Тщательно выбирать пиротехнику и запускать ее только в разрешенных местах. Подробнее расскажет Рифат Фадкулин. Красочные фейерверки, яркие вспышки салютов, хлопки петард. Праздник в кругу друзей и новогоднее настроение. Но он может закончиться печально, если не соблюдать ряд правил. И начинаются они с покупки. На территории города Чебасары вот в этом году у нас определены три места. Это территория около торгового комплекса Мадагаскар. Это у нас центральный рынок и вещевой рынок на Гладково. А вот на остальных местах продажа запрещена. При покупке, я бы, конечно, обратила бы внимание, покупатели обязательно, целостность коробок. Да, обязательно должно быть ГОСТ, номер ГОСТа, обязательно должны быть сертификаты, сопровождающиеся документы. Если фейерверк уже у вас в руках, то это вовсе не значит, что его можно запустить рядом с домом. Для этого тоже выделено 54 специальных места. Адреса есть на сайте городской администрации. За запуск салютов в неположенных местах грозят штрафы. Ответственность предусмотрена на физических лиц штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 6 до 10 тысяч рублей и на юридических лиц от 150 тысяч до 200 тысяч рублей. Прежде чем запустить салют, не лишне прочитать инструкцию. Перетехническое изделие необходимо установить, твердо установить от возможного падения. Фитиль поджигать на расстоянии вытянутой руки. И необходимо иметь периодичные средства пожаротушения, если данное пиротехническое изделие сработает не так, как указано в инструкции к применению. После того, как на расстоянии вытянутой руки мы подожгли фитиль, необходимо отдалиться от данного пиротехнического изделия на безопасное расстояние. На каждой упаковке салюта написан радиус опасной зоны. Для первого класса это полметра, для второго – пять, третий класс – 30 метров. Для съемок мы выбрали батарею салютов третьего класса опасности. Несмотря на то, что мы сейчас находимся на разрешенной площадке перед Национальной библиотекой Чувашии, запустить салют здесь мы не можем. Расстояние от пиротехнического изделия до ближайших домов и деревьев должно быть не менее 30 метров. Десять минут на машине, и мы уже в другом месте. Нельзя запускать фейерверки из окон домов и балконов, направлять в людей, наклоняться над зажженным салютом или заглядывать внутрь пиротехнического изделия. Что бывает чаще всего? Чаще всего это, конечно же, ожоги. То есть пиротехническое средство взрывается, и элементы этого средства, они попадают в глаза, вокруг глаз. Бывают раны различного характера, то есть повреждающие эти факторы, они могут поранить, порезать кожу вокруг глаз. И тяжелый случай, к сожалению, тоже бывает. Это так называемые контузии или сотрясения глаза, когда повреждаются внутренние оболочки глаза, происходит кровоизлияние внутри глаза. В этом случае, конечно же, глаз страдает значительно, и иногда даже приходится пациенту таких оперировать. Травмы, в зависимости от степени тяжести, могут как легкие, банальный ушиб или тяжелые, отрыв пальцев и конечностей, так называемые ампутации. Если больной пострадал, необходимо сразу же обратиться в травмпункт, в любой травмпункт нашего города, где окажут первую помощь. Главное соблюдать технику безопасности. Тогда яркие моменты и праздника ничто не омрачит. Рефат Фадколин, Валерий Лизюков, боксер Велев, Республика. Это главные новости к этому часу. До свидания.